На портале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. Как рожать много детей при таких ценах и ненадежных мужьях? А я бы еще добавил, при ненадежных женах есть у меня одна многодетная мама, которая с шестью детьми решила уйти от собственного мужа и прекрасно это реализовала. Люди, действительно, в наше время ненадежны, хотя в многодетных семьях все-таки ненадежные мужья встречаются чаще, чем жены. Как быть? Вопрос очень непростой. Действительно, женщина, соглашающаяся рожать много детей, подвергает себя целой куче всевозможных рисков. Это и риски здоровья, это и риски депрофессионализации, потери компетенции и невозможность потом вернуться, если в течение 10-15, моя жена 19 лет была в декрете, потом вернуться на работу крайне сложно. Это и риск стать менее интересной для собственного мужа, поскольку для многодетной матери достаточно сложно иметь еще какие-то серьезные, не значит, что это невозможно, но это просто риск, какие-то интересы, дети, пеленки, распашонки, уроки, грязные попы и так далее. Да, то есть практически все эти проблемы решаемы. Можно и не депрофессионализироваться, имея много детей, можно и не перестать интересоваться. Вопрос в том, насколько действительно у самой женщины хватит сил. Это и риски, как я уже сказал, физические, в том числе утраты, допустим, юношеской привлекательной фигуры. Много всевозможных рисков. Это действительно, даже если с мужем все хорошо, и муж у вас чудесный, расчудесный, это и материальные риски, поскольку никто не отменял демографической теоремы, действующей в индустриальном и постиндустриальном обществе, когда рождение детей однозначно ухудшает благосостояние семьи. И всевозможные призывы, типа, даст Бог зайку, даст и лужайку, или даст Бог детей, даст она детей, они далеко не всегда работают. В наше время, если для традиционного общества слова пророка и царя Давида, сказанные в псалтыре, вот наследие от Господа, дети, награда от него, плод чрева, когда дети действительно не просто образным выражением назывались нашим богатством, а они действительно были богатством. Чем больше детей, тем больше благосостояние семьи, то в наше время это не так. Чем больше детей, тем потенциально благосостояние семьи ниже, и это тоже нужно осознавать. Одной из очень серьезных и важных проблем является наличие, конечно, жилья. Все остальное можно как-то потерпеть. Есть помощь, гуманитарная, в храмах во многих ее раздают, есть всевозможные пособия, которые предоставляет государство. Вот если нет жилья, то тоже этот вопрос подвисает в воздухе и оказывается очень сложно решаемым. Я знаю многодетные семьи, в которых шесть, семь, восемь детей, которые живут вместе со своими родителями в какой-нибудь двухкомнатной хрущевке, без особо понятных перспектив, что с этим делать дальше, не имея возможности и средств заработать, потому что тех денег, которые папа зарабатывает, хватает просто на еду и какую-то одежду. Поэтому вопрос сложный и непростой. Это зависит все-таки, во-первых, и в самом главном, если мы люди православные, от нашего доверия Господу, от нашей готовности положиться на волю Его, не впав в искушение, о котором предупреждает нас Господь, не искушай Господа Бога твоего. То есть не нужно все-таки идти на рождение ребенка в той ситуации, если, я не имею в виду уже зачатого ребенка, конечно, не дай Бог, зачатого ребенка нужно рожать в любом случае, но не нужно идти на зачатие ребенка в той ситуации, если здоровье женщины находится в критическом состоянии, если текущие материальные условия находятся в критическом состоянии, например, люди живут на вокзале или в каких-то совершенно невозможных трущобах, хотя и здесь ваша вера в Бога, искреннее доверие Ему, готовность не роптать на трудности, если они будут возникать, можно идти и на подобные риски. Здесь все в вашем сердце. Но и рассудительности никто не отменял, поскольку в притчах Премудрый Соломон говорит, храни здравомыслие и рассудительность, они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. То есть здравомыслие и рассудительность никто не отменял. В современном мире люди, желающие жить по воле Божьей, желающие многодетности, по крайней мере, открытые для этого, должны жить по принципу плюс один. Нет у вас детей, конечно, надо рожать. Есть у вас один ребенок, надо посмотреть, в каком состоянии вы находитесь, в каком состоянии ваше здоровье, материальное благосостояние. Родите еще одного, если вы можете, даже если это вызывает некоторый напряг. Просто напряг и сложности не должны быть чрезмерными. Ну, это как в спортзале, да, если вы подойдете сразу, не будучи тяжелоатлетом к 100-килограммовой штанге, попытаетесь с ней работать, ее поднимать, скорее всего, вы просто получите травму. То же самое происходит и в жизни, когда мы берем на себя неподъемные трудности, надеясь, что Господь нам поможет. Это не просто надежда на Господа, это перекладывание на Него того, во что мы ввязались. Вот я, Господи, сейчас пойду в детдом, мне негде жить, я усыновлю десятерых детей, а ты, Господи, мне помоги. Или я сейчас рожу, а ты уж там как-нибудь разруливай. Вот очень важно понять, что это ваши дети, что это плод вашего чрева, что это вам награда от Господа, как сказано об этом в псалме. Вот и взвешивайте одновременно свои силы, не отменяя упования на Господа. Да, помятуя, что даст Бог зайку, даст и на лужайку, но лужайка может оказаться разной и совсем не такая, как вам она представлялась в ваших мечтах. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok